приветствую бойцы на платформе android вышло обновление всегда разработчики выпускают на данной платформе обновления в первых рядах чтобы ошибки выявлены на боевом сервере не допустить на платформе apple и других платформах так давайте сначала посмотрим скидки как видите продают гасты гасты понерфили в этом обновлении урон с обоим и стал меньше но почему-то их продают как-то немножко нелогично ну ладно логика нашей игре отсутствует также разработчики написали что ежедневные здания будут уменьшены но я как смотрел 30 . так и осталось что разработчики имеют ввиду непонятно здесь также ничего не поменялось где-то должна быть особые ежедневные эти поставки какие-то такое производство или как нам там называется правда не знаю но почему-то отсутствует достройках также ничего не поменялось в клане также ничего не поменялось но поменялось то что соответственно вы видите у меня мышка другого цвета здесь значок отсутствует я пересел на эмулятор bluestack потому что на мимо именно у меня дикие лаги но я смотрю некоторые ютуберы играют на мимо проблем у них нету но вот лично у меня в моей конфигурации компьютера игра вылетает каждый бой или не входит в бой или после боя зависает постоянные зависоны здесь поменялось что-то не поменялось а здесь тоже не поменялось и где обещанные эти поставки мега супер был написано что где-то в этом месте должно появиться а вот что такое по другому что-то стало да очень интересно давайте переходим на страничку и почитаем обновление здесь так вот он награды за ежедневные задания снижены но они не снижены возможно обновление еще опять таки не вступила в полностью в свою силу частично вступила посмотрите новый экран результатов боя посмотрите место в рейтинге по очкам чести а не по урону да так оно и есть теперь соответственно чем больше вы чести заработали а не урона тем соответственно получаете высшее место там соответственно и 10 голды за первое место серебра понятно в общем а счастливитесь и займете первое второе третье место так видосик пассивный модуль форф 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 а я английский учуника них у него него как не могу выучить то учил по одной программе сейчас учу по другой программе этого слова я еще не учил улучшает щиты вашего робота так ну вы все видите можете подробно посмотреть сами если не можете найти вот по такому адресу пост 297 но это обновление должно было выскакивать первые когда вы заходите на воровый вот ком общем этот пассивный модуль улучшает все щиты кроме счетов понтона так фэйсшифт короче это у нас активный модуль уже за 40 энергоблоков посмотрите его как ни странным это не звучало в нашей игре этот модуль переводит робота в иное измерение вот так вот мы уже начинаем не том что не фэнтези даже а уже кто-то паранормальная игра становится по на паранормальными способности начинают обладать роботы то есть уже не фэнтези это уже какой-то новый уровень деградации ну или развитие по мнению разработчиков так обналанс обновление баланса до аркан соответственно как вы видите количество ракет в обоиме меньше но перезарядка стала на 3 секунды меньше это нерв или об смотрите сами ну люди говорят право арканы заливают большой разовый урон теперь разовый урон стал меньше сами понимаете также у гастов разовый урон стал меньше на целом 4 снаряда 4 снаряда это в районе нерв в районе 50 процентов я все время был с изменение баланса разработчиков немножко хватает за голову не сидит волосы обычно в других играх там вот хотела видосики вам показать да но не буду показывать там танки всякие если происходят нерфы ну там один два три 4 5 процентов менять характеристики вооружения там и танков здесь сразу в районе 50 процентов хрена и гасты понерфили но зато полную перезарядку им ему апнули тоже полностью баланс полностью механика вооружения поменялась так скажем да даже это не нерв даже не а просто вооружение стало другим так таран таран более плавно за мной заливает он естественно это хуже вы выскочили быстренько убили врага а сейчас вы выскочили и долго убиваете врага это естественно никто не будет стоять впитывать урон любой враг буду от вас убегать и прятаться поэтому это реально плохое плохое изменение так и риди мы повысили перед собой мы заливает и заливает заливает дамаг кламмите повысили dragon кламмите повысили марквайс или маркистом называют вот dragon маркист повысили арест теперь ходит 40 километров в час когда включен у него щит отказ способности плюс 2 секунды ну это не сильный нерв хэйдеса так сколько километров же не скажу очень минус 20 процентов скорость прочность вы видите 660 скорость ему апнули когда щит не включен стала 53 и не мезис также 2 минус 20 процентов когда щит 190 хпшка 54 у него скорость так булгасари апнули по всем направлениям и скорость и прочность и физ щит дел в общем у нас игра превращается в игру танков робота сейчас будет соответственно сопротивление урона у робота у которых много хп и булгасаре в виде тоже какой-то типа танка делают хпшку бы довольно изрядно повысили 12 мк2 это плюс 40 хпшки примерно 230 примерно получается полу кода сопротивление урона как вы видите на 6 процентов понизили но добавили ему до хренича хпшки так что считайте сами не знаю там с калькулятором уже все высчитывать это ап или нерв совокупности учитывая все эти изменения но я думаю хпшки настолько ему много добавили что фалкон сейчас будут раньше бегали толпа аресов сейчас я делаю прогноз вангую то что будет бегать толпы фалконов соответственно потом их понерфить через полгодика долго долго нерфа ждать не придется равен почему-то разработчики решили что а почему бы не поиграть на равене и соответственно его апнули теперь равен волшебным образом она 20 процентов больше дамажит просто захотели ладно и при грифина тоже решили апнуть ну думаю новичка обрадуются скорость больше хпшки больше будет более живучий робот но робот естественно для низких лигах quantum radar раньше как вы знаете было 2 секунды после нажатия кнопки активация а сейчас он активируется моментально батлбон не пируется сразу активируется батлбон сопротивление урона модуль который дает сопротивление урона вроде бы 20 30 процентов батлбон получается включается когда вы получаете дамаг last and теперь вы увидите визуально есть у врага нету врага много много слез боли вони в комментариях во вконтакте люди жалуются что у вас т.н. теперь соответственно люди по людям стреляют по роботу стреляют по тему у которых нет ласт энда а у которых есть ласт энд как правило не трогают надо следу чтобы все спрятано но я в этом случае могу возразить скажу вас же вооружение видно ваши почему вы не возмущаетесь что ваше вооружение виду что вы играете на таранах или на арканах на гидрах нам тогда и вооружение скрывать почему из внешней когда сморочного робота виды на чем вы играете соответственно игрок кто играет против вас подстраивает под ваше именно вооружение свою тактику это же неправильно напишите разработчикам пусть будет черная там покрытой тканью так что это так и вообще мы умели пола стенду это просто бред бредовый шизернический модуль так и всякая 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 еще другая фигня ладно закрываем оперативку не жрал разворачиваем на примере поставлю вам давайте уже ареса одного берут на скорых что сейчас творится в игре покажу сам это никогда не делал не использовал этот паранормальную способность роботов давайте используем паранормальную способность у робота допустим не давайте лучше ну страйбера ладно пусть у страйбера страйбера но оденем он ради приличи какого-то вооружения и поставлю и поставлю на него соответственно паранормальную эту способность переход в другое измерение и я и такое видел соответственно люди играют так все равно люди играют на бомберменах включает эту паранормальную способность и они полностью недосягаемые бомбермены хеллбернер кто не понимает и соответственно информация перезарядка 40 секунд время 10 и 5 секунд включает паранормальную способность переходит в иное измерение и в новом измерении подбегают к вам или к маяку и там соответственно выходит из измерения и все и они не станет соответственно они не получают дамаг они оказываются возле вас фуловые взрывают вот уничтожают вот так играют сейчас на бомберменах так полетели оба фаемся и покажу первым делом вам в действии эту хреноботину иное измерение тараны стали немножко тормознуть я бы не сказал что кардинально поменялась у них механика немножко плавнее начали заливать дамаг естественно это неприятно естественно теперь убивать врагов немножко подольше там убивали там за 5 секунд сейчас будете убивать за 4 секунды ой наоборот за 6 секунд так включил щит и арис как видите это 40 километров в час вот такая вот скорость духа так идем иду в бок и сейчас увидите как скорость увеличивается все арис начал бегать так хейдосу добавили один километр час проверяем давайте насколько он стал тормознутым иду в бок нажимаю щит ну и не знаю быстрее или медленнее ареса карта стала светлей многие люди жаловали что соответственно не видно на этой карте я с их мнением соглашаюсь да тут было видно весьма весьма плоховато так представляем что я играю на бомбе сейчас враги подбегают ну один враг бежит он бежит 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 я включаю фэйс шифт бегу 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 и два кумихо решили умереть внезапно бах бах и потом кто не умер я соответственно со встроенного гол дробаша глория их добиваю это допустим не эвенджер или огнемет испугались что у меня прокачка хорошая нет меня прокачка есть фиг на тень забываю менять так захватил маячок под поддержки естественно союзников так постараюсь сейчас отличь врагов на себя меркури будет прыгать а я буду драпать бог и уйду опять в энвиз не энвиз а потустофор не измерения он по мне стреляет даже если вы будете стрелять на одном уровне с врагом который ушел в эту невидимость урон проходить не будет это вам не энвиз это потустороннее измерение так что имейте это виду просто бесстрелять бесполезно так ласт энд имеются паренька но не сильно прокаченный и мне афит закидали отлично просто вошло у меня они помогут паучком помогают отлично ласт энд работает ласт энд работает полторы секунды или две с половиной не прокачан я уже честно не помню так таран давайте перезарядим помогаю 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 ухта ванселот зарядили мне щит спасибо я думаю нужно вот сюда идти идите он тут вроде бы щит сломался да вроде бы сломался так можно атаковать все кидает кидает свои афиды булка понятно падеж нет я умираю так появился вовремя так давайте прыгнем не знаю ах ты давайте заранее подземлемся вроде бы были тут пытается маячок отжать и булка все это кинули накидывает что-то место булка вообще везет потому что я воюю на передовой а все наши союзники где-то сзади как вы знаете в нашей игре все лиги перепутаны и не или а силы игроков перепутанные все на свою где-то примерно чемпионской лиги сейчас спектр будет просто вперед смотрите спектр полудохлый он будет прыгать вперед а его застанет никуда не может прыгнуть булку надо убить ибо достала отлично ласт энд охранительного левела и ласт энд у него вроде бы еще не отработал да не отработал и ждет меня добивать фактически на нашей базе и помощь от союзников ровно 0,0 десятых то есть нисколько помогая помогать это слева должен быть близ все близ не слева в общем бои с каждым обновлением все интереснее и интереснее так вот у негодяев вот когда-нибудь ласт энд дожгу до ласт энда не давайте буду отступать помощь от союзников вообще никакой просто паренек меня разрывает наконец-то я удавил до ласт энда но у меня тоже до ласт энда довел ему еще помогают да вот такие бои не забывайте поставить лайк и написать разработчикам что вообще просто молодцы я ну лично это мое мнение это понятно что разработчики хотят слушать хотят не слушают что сама первая проблема в игре это лиги все лиги нужно что-то с ними делать все перемешаны дети воюют со стариками взрослые с детьми с женщинами беременных все до кучи в общем это пытался пошутить таким образом то что все перепутано силы абсолютно не равны вот бомба инки перед так вот такие вот бои у нас происходят в этом давлении давайте взлетаем серьезно давай давай все негодяи отчаянно жмут анти эндвиз потом стреляю непонятно зачем нажимают непонятно ну дать паника спешка потными пальчиками своими нажимают я не думаю что не промазывают я и оба на вот так даже ушел в этот параллельные измерения подбегает и сейчас вы наглядно увидите как он будет меня убивать 0 нетла стена скорее всего да не разбогатил еще на ласт это не накопил или возможно тратить все что есть на голду по и на пилотов и голду на пилотов и еще один проигрыш проигрышный бой давайте посмотрим результаты наших наших нагибатронов в кавычках давайте посмотрим как же они так набили даже 300 тысяч не набили и он чемпион является какой же он чемпион так арес 8 оружие 7 этом 7 8 9 10 вон он 100 процентов чемпион как вы понимаете полторы тысячи побед то есть игрок только-только начинают свой путь в игре во робот и он уже чемпион данный игрок набил даже 200 тысяч дамагов он мастер хотя бы вы знаете мастера играют вместе чемпионами мега супер робот кумихо инвайдер на пенатах и штормах лево но чтобы аплодируем разработчикам они занимаются конечно может быть интересными вещами когда вносят новинки ну кого-то которые лично мне не нравятся кому-то возможно нравится кто-то считает что фасшит этот потустороннее измерение это вполне нормально но я считаю это уже и даже не фэнтези это просто какой-то уже паранормальщина я считаю что первым делом нужно было естественно починить эти лиги но возможно разработчики знают что то что мы не знаем возможно просто не из кого набирать равных по силе игроков это другой вопрос тогда можно сделать допустим одинаковых по силе ботов умных ботов соответственно с прокачкой такой же почему нет я лучше буду воевать с ботами чтобы со мной воевали боты я буду против бота воевать пусть там будет 1 2 3 бота но одинаковые по силе пример но это естественно моё мнение это все пока